На первый взгляд прекрасный день. Четверг, конец мая, приближается лето. У кого-то отпуск начался, у кого-то только-только начинается. В общем, ничего не предвещает беды. Ан... нет. Фигушки. Рубрика наболела. Оксана Стяшкина расскажет, кому в Кирове нехорошо. Это перекресток улиц Мельникова и Возрождение. Сюда нас пригласил телезритель Антон. Как рассказал Антон, у них здесь есть одна большая проблема, с которой не могут справиться все жильцы соседних домов. Это... тадададам... свалка. Прохожие возмущены таким скоплением мусора. Ну, нехорошо это, конечно. Ну, так как, убирать ведь должен кто-то? Какие-то службы у нас для этого есть специально. Загрязнение окружающей среды. Потому что такого невыносимо, ведь люди живут, тут маленькие дети, это вся идет, вся грязь, все в квартиры. По словам Галины Николаевны, копится этот мусор на перекрестке уже не первую неделю. Это-то не вывозит, как весна началась. После зимы, в общем. Это, то есть, получается, с марта? Да. Как рассказал Александр, с появлением свалки появились и новые соседи. Крысы видели, кого видели? Каких? Больших. Вот, покажите раз. Вот, таких. Да ладно. Тут же ем рядом, свалка и все, все к одному. Поговаривают, крысы тут бегают? Бегают. Вороны летают? Сейчас вороны стихло, но было одно время очень много. Собаки все растаскивают? Бывают и собаки бегают. Целая стая вот где-то недели две назад бегала, наверное. Вы как с этим боретесь? Ну, как боремся? У меня кошка крысы мышей ловит. Вот сейчас извелось, не стало. А то одно время по квартире прямо гуляли. Местные жители очень просят помочь избавиться от этого безобразия. Пожалуйста, наведите порядок около мусорных баков, потому что такое положение вещей ни в какие рамки не лезет. Мне кажется, просто приехать, чтобы грузовики убрать, и все, вот весь выход. Надеемся, что служба, которая отвечает за вывоз мусора, просто-напросто забыла об этой свалке. И после нашего сюжета, как можно скорее, все это безобразие вывезет. Ну, а мы, в свою очередь, совсем скоро приедем и проверим. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка Тодей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова